Хорошо, православие. Человек это понял, почувствовал, с чего начать, куда бежать. Если не просто свечку поставить, то какой алгоритм действий для новичка? Спасибо. Да, вопрос правильный и вполне законный. Дело вот в чём, что первое, о чём мы сегодня говорили, это решить нужен для себя вопрос о Боге. В конце концов, я верю или не верю? Если не верю, почему не верю? Эти вопросы надо себе прямо поставить точно, почему не верю, и их выяснить. Их надо выяснить. То есть надо подойти, знаете, не так где-то тёмными закоулками, а прямо открыто. Да, мне мешает верить вот это. Мне мешает верить это. Надо выяснить эти вопросы, раскрыть их прямо, чтобы было видеть. Это первое необходимое условие. А затем уже крайне необходимо познакомиться с Новым Заветом. Потому что это основа всей христианской религии. То есть откуда она изошла? Здесь даётся историческое описание. Это главный источник и основные истины. Нужно познакомиться с этим, с Новым Заветом, с Новозаветными Писаниями. Причём как познакомиться? Нужно не просто прочитать, как книжку, как какую-то билетристику читаем мы. А нет, я дошёл, тут что-то не то, тут что-то я не понимаю. Причём это не выискивать вопросы. А если искренне я хочу истины, я здесь не понимаю. Мне надо это выяснить, нужно понять. Всё, я ищу, где получить ответ. И так надо прочитать Новый Завет, получить ответы на те вопросы, которые касаются действительно моей жизни. Если я этого сделаю, то я полагаю, что я смогу уже приобрести твёрдую почву для того, чтобы стать членом Церкви. И затем, если я действительно убедился, я должен принять крещение. Если я не крещён. Если крещён, что это довольно часто у нас бывает, когда в детстве крестят, и я не помню, что со мной делали. Если я крещён, то я должен действительно принять то решение, которое выражается словами, словами, которое должен произнести каждый принимающий крещение. Я отвергаюсь от сатаны и всех дел его. То есть, я отныне хочу жить по совести, а не бессовестно. По совести какой? Так, как это говорит Евангелие. Я хочу жить именно так. И мне Церковь позволяет, если я в чём-то, в чём-то, я не в чём-то, а в чём я даже согрешаю, я тогда могу прийти и покаяться. Во-первых, перед Богом покаяться, во-вторых, перед священником подойти на исповедь и один на один сказать Ему о своих сокровенных движениях души. И я должен молиться. Только молиться вот так, как мы говорили сейчас, а не просто не вычитывать молитвы, не тараторить молитвы. А то, знаете, так тараторить, что прям стыдно даже смотреть и слушать. Не тараторить. Мне никто не мешает молиться в самом себе, молиться в храме. Именно молиться, как с вниманием, благоговением и раскаянием в том дурном, что я сделал. Вот, по крайней мере, первые те шаги, или первые даже условия, которые необходимы мне для этого. Свечки, Господи, забудьте пока о них, успеете поставить свечки. Они нисколько нас не приблизят к Богу и не удалят от Него. Всё это чисто внешние такие стороны. Это форма помощи церкви. Вот что такое свечек. Я же покупаю её. Какая-то форма помощи. Вот, необходимой помощи церкви. Вот в чём дело. Вот так. Надо с этого начать. С испытания, причём своей совести. Что очень и очень важно, друзья мои. Испытывать надо совесть свою. Ежедневно, вечером. Вечером. И покаяться перед Богом так, как мы бы обратились к человеку. Сказали, прости меня, я вот тебя обидел. Так обратиться нужно к Богу. Господи, прости меня. Вот то и то сделал. Таким образом мы будем очищать свою душу. И только таким путём мы можем постепенно приобщаться к православию. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...